В течение суток в Жанатасе обещают возобновить подачу тепла. Об этом сообщили на заседании штаба. Из-за прошедшего урагана без отопления и электричества остались больше 20 тысяч жителей. Люди вынуждены обогреваться природным газом в баллонах. О ситуации в городе расскажет Анастасия Сулейманова. Оборванные электропровода, поваленные деревья и заваленные снегом дороги. Такая картина наблюдается по всему Жанатасу. Из-за сильного ветра не выдержали мощности генераторов центральной котельной. Поэтому воду из системы теплоснабжения моногорода пришлось слить. Ураган повалил свыше 70 высоковольтных линий электропередач. В итоге без тепла и электричества остались больше 20 тысяч жителей 97 многоэтажек. В квартире многодетной матери Мейрамкуль от Арбаевой не согревают даже одеяло. Света, отопления дома нет. Мёрзнем вместе с шестью детьми. На газовом баллоне готовили еду, но он уже закончился. Спать ночью невозможно без отопления. Десятимесячный ребёнок уже заболел. Нет сотовой связи, даже скорую помощь вызвать не можем. Со вчерашнего утра свет выключили с батареи, воду спустили. Ну, на всякий случай, чтобы не перемёрзло. В магазинах нет пока сейчас. Свет сделают, пекарни заработают, будет хлеб. Не работают пекарни, перебои с сотовой связью. Хлеб для женатасцев поставляют из Тараза. Сегодня привезли 7 тысяч буханок. Но чтобы их купить, нужно выстоять очередь. Воду жителям подают по графику два раза в день на несколько часов. Восстановительные работы в городе пока не ведут. А заснеженные дороги пытаются расчищать сами жители вместо спецтехники. Всего без благ цивилизации остались 527 объектов. Ураган, порывы которого превышали 30 метров в секунду, частично оставил без кровли пять социальных объектов. Кроме того, ветер повалил флагшток. Металлическая конструкция высотой более 20 метров переломилась пополам. Из-за сложившейся ситуации со вчерашнего дня в Сарасусском районе ввели режим ЧС природного характера. Путников, которые застряли на трассах, из снежного плена вызволяли полицейские. Был создан штаб в связи с ухудшением погодных условий для оказания помощи граждан Сарасусского района. В дороге застряли 17 автотранспортов, внутри которой находилось 61 человек, а также из них более 10 человек несовершеннолетних. Все были спасены, доставлены в районный центр, а также были оказаны все помощи медицинские. От ураганов Жамбулска области пострадали 7 человек, из них 5 в Таласском районе, а остальные в Таразе. В их числе один ребенок. Они получили закрытые черепно-мозговые травмы и другие увечья. А что касается пациентов, которые лечились до ураганов ЦРБ Сарасусского района, то их перевезли в ближайший район. Получали лечение около 28 пациентов в общем. Из них 8 выписаны домой, 20 уже транспортировали и госпитализировали в районную больницу Таласского района. На сегодняшний день медицинская ситуация в Сарасусском районе стабильна. Пытаются наладить и ситуацию с подачей электричества. Как выяснилось, 60% из 700 километров электролиний Сарасусского района изношены. От компании КИГО к нам поступила информация о том, что подключена высоковольтная подстанция мощностью 220 киловольт для подачи электроэнергии. И мы теперь проводим работу для подключения к ней. В первую очередь необходимо обеспечить электричеством центральную котельную. Поэтому все силы бросили на эту работу. И в ближайшие 4 часа подадим электричество на котельную. Восстанавливать линии электропередач будут 14 бригад. Еще 10 приедут из Тараза. Кроме этого, 8 крупных подрядных компаний намерены починить кровлю пострадавших от ветрообъектов. Между тем, из 15 АЗС работают пока 3. Анастасия Сулейманова, Бахажемпапаев, Салхатила, Жамбулская область, Хабар, 24.